Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Данный ролик будет посвящен установке отопителя в катер. Вообще нужно четко понимать простую одну такую вот элементарно простую вещь. Вот я нахожусь около катера Билайнер 1952. Это маленькая лодка. Они по идее мало предназначены и приспособлены для установки отопителя. Но поставить отопитель сюда можно. В данном случае мы поставили китайский дизельный отопитель. Вот я сейчас здесь находится выхлоп непосредственно. Это врезка выхлопной трубы. Вот она врезается в борт отопителя катера. И соответственно дальше уже производится вся разводка. У меня на канале есть... Сейчас я буду давать непосредственно практические рекомендации, потому что с чем вам придется столкнуться, если вы решили сделать себе подобную вещь. Я не буду показывать как это все выглядит. Посмотрите пожалуйста на канале. Есть короткие ролики. Я уже показывал как проводится отопитель и все остальное. То есть там ну в процессе монтажа, но все в принципе понятно. Итак, если вы решили, что отопитель вам нужен, первое это надо определиться с местом, где он должен стоять. Соответственно, в этом месте не должно быть, во-первых, минимальное количество проводки. То есть проводки быть не должно. Почему, например, мы отопитель поставили на этот борт? Потому что по тому борту, вроде бы там была ниша, ниша такая хорошая, но там находится вся основная рабочая проводка катера, силовая проводка катера в том числе. Поэтому пришлось решить вопрос о переноске аккумуляторного отсека на другой борт. Освободить полностью этот борт для того, чтобы сюда установить отопитель. Отопитель просто так не встанет. То есть для него кронштейны, которые предназначены, идут в комплекте с отопителем, они подлежат утилизации, впрочем, как и хомуты и ряд других вещей. То есть поэтому здесь нужно иметь в виду, что просто это все приходится переделывать. То есть здесь был изготовлен нами специальный кронштейн из нержавейки под данный отопитель. И, соответственно, он был установлен на трансовой плите непосредственно корпуса лодки. Рядом с отопителем. Отопитель идет в комплекте. Обычно, вот я не знаю, там может быть разные отопители, там идут китайские, там или еще какие-то. Может у них комплектация более богатая. Но вот то, что пришлось здесь, я вам сейчас про это дело расскажу. Пришел сам отопитель, пришел бак. Бак пришел большой. Его пришлось поменять. То есть потому, что его просто в данную лодку не поставить. Дальше. Помимо этого, с отопителем была система управления, соответственно, и глушитель с одним патрубком. То есть потребовалось покупать владельцам следующие вещи. Во-первых, потребовался второй патрубок, система врезки в борт. Вот это вот. Потом второй патрубок, который уйдет от глушителя непосредственно вот до сюда. Шланги лучше покупать, чтобы они были чуть больше. Сейчас объясню, почему. Ну, один можно купить маленький. То есть шланги, вероятнее всего, придется вам все менять. Потому что у вас вся эта система. Ну и, соответственно, там был фильтр. Одна гофра. И, по-моему, на этом все. То есть вот все, что было. Вот. Это, может быть, это какой-то дешевый, ну, небогатый комплект. Но сам по себе отопитель, кстати, качественный. Если посмотрите по ролику, то есть это один из немногих отопителей, который выглядит солидно. То есть он сделан в алюминиевом корпусе. То есть он дизельный, соответственно. Ну, идет еще, да, идет в комплекте бензонасос. Ну, этот насос, который подает топливо у него. Вот. И все, собственно. То есть первое, что после того, как вы произвели его монтаж, вам потребуется изолировать систему выхлопа. Система выхлопа изолирует следующим макаром. То есть после того, как вы произвели врезку в борт, вы соединили все это мероприятие шлангами. Не шлангами, а специальными гофрировыми такими нержавеющими патрубками. Здесь при подключении может возникнуть еще такая ситуация. То есть мы сделали вот от этого, от врезки до глушителя сделали петлю. Петля была сделана, если вы видели ее по ролику, то есть она была сделана следующей целью. Что если вдруг сюда попадет вода, каким-то макаром, это все-таки лодка, то есть может быть шторм, может быть вода, чтобы вода не уходила непосредственно через глушитель до самого отопителя, чтобы не получить гидроудар и не вывести его, соответственно, из строя. Поэтому сделана была вот эта вот петля, которую вы видели на коротком ролике, она была сделана именно из-за этих целей. То есть вот она вот так вот идет, здесь поднимается, потом идет глушитель. Потом дальше. Соответственно, саму систему выхлопа необходимо теплоизолировать. Он нагревается практически, сам выхлоп нагревается практически до красна. Изоляция производится следующим образом. То есть, во-первых, он обматывается сначала такой специальной ленты из стеклоткани, и вроде бы как бы можно на нем остановиться, но вот эта стеклоткань на этой ленте, она осыпается. И, соответственно, если у вас здесь находится система вентиляции, то есть вообще по лодке ветер гуляет, если на ткачке она будет осыпаться, это стеклянная пыль, она будет разлетаться по лодке, и в конечном итоге будет оказываться у вас на одежде, на руках, на теле, вы будете чесаться, она может попасть вам в легкие. Делать это нечего. И продается еще одна дополнительная система обмотки. То есть, это такая трубка, она вот здесь красного цвета, то есть, ну, по-моему, они все красного цвета. То есть, у которой внутри также стеклоткань и вот такая вот, типа какого-то вот негорючего материала, пластик. Кто-то ограничивается одним им. Но у меня вот приятель сказал, что вот когда он видел, первый раз снимал с отопителя вот эту вот такую вот пластиковую проводку, которая не была вот этой вот стеклоткани обмотана, то она вся сгорела. Поэтому здесь лучше всего использовать следующую штуку. То есть, использовать, сначала обмотать все вот это, вот закрепить хомутами. Хомуты продаются металлические стяжки. Это типа того, что идет на фиксацию шуруза в машине. Ну, вот резиновых вот этих вот гранат, которые вот надеваются. Вот. То есть, на них идут специальные хомуты. Они есть обжимные, а есть которые утягиваются на предмет, на примере пластиковых хомутов. Соответственно, покупается их много, и ими все это мероприятие стягивается. Соответственно, меняются все хомуты. Здесь хомуты были полное говно. То есть, хомуты, которые вот, допустим, на болтике, то есть, эти хомуты для подсоединения глушителя не идут тоже. То есть, нужно нормальные, утяжные, на хорошем, мощной гайке, с гайки, которые вот затягиваются, мощные, хорошие хомуты. Вот. Здесь это все мероприятие, то же самое нами было сделано. И вы, получается, сначала производите обмотку вот этих вот выхлопа стеклотканью, потом сверху надеваете вот это вот, разрезаете просто вот эту красную трубу, у которой внутри тоже стеклоткань, а снаружи она гладкая. Закрываете все это мероприятие, и, соответственно, точно так же закрываете все это дело стяжками. То есть, в этом случае у вас не будет сыпаться стекломат, стекло, и вы не будет, не будет вызывать у вас ни аллергических, никаких реакций. То есть, все будет хорошо. Так что, вот, имейте этот фактор в виду, это очень важно. Изначально здесь был, ну, была выхлопная труба, по-моему, 80 мм. 80 или 100 мм. Это очень много. Это реально очень много. Не выхлопная, точнее, воздуховоды. Вам потребуется проводить систему воздуховодов. На катера подобного типа воздуховод логично пускать поверху. То есть, он нормально, совершенно вот эти вот. Но единственное, что нужно, поменять трубы. Вот владельцы здесь сделали правильно. Они поставили, купили воздуховоды 60 мм, которые на пластиковые хомуты прекрасным образом протянулись по всему корпусу. Ну, соответственно, предстоит установить вот этот монтаж всей этой трубы, всей этой системы. Потребуются повороты, потребуется соединители, много и все остальное. То есть, этого всего в комплекте нет. Это все продается отдельно. Но купить это все можно на озоне, как бы проблем особых нет. Вот здесь это, сюда все это и было куплено с озона. Вот. Поэтому здесь все как бы в этом плане хорошо. Потом дальше что? Потребуется, вот вы хотите сделать, например, чтобы у вас воздух дул в каюту. То есть, вентилятор, который стоит вот в этих вот отопителях китайских, он не очень мощный. И если вы хотите, например, чтобы у вас в разных местах каюты был теплый воздух, когда вам это надо, это очень удобно, то необходимо озаботиться дефлекторами, закрывающимися. И, соответственно, системой крепления этих дефлекторов, то есть, система крепления дефлекторов производится с внутренних стороны боковых панелей катера, то есть, выводятся к ним шланги, соответственно, воздуховодов, и они должны все закрываться. Единственное, что здесь нужно всегда иметь в виду, что хотя бы один дефлектор с каждой стороны корпуса, ну, борта должен быть всегда открыт. Для чего? Чтобы там не скапливался горячий воздух, чтобы не повредить проводку и все остальные вот подобные вещи. Так что вот это, это очень важный момент, об этом вот, когда мы устанавливали, я у владельцев предупредил, что всегда дефлектор должен быть, и какие-то дефлектора должны быть открыты. Вот, не смотря на то, что здесь есть у этой вебаста есть автоматика, то есть, если она будет перегреваться, но она может все равно. Если по этому борту все ровно, то по тому борту воздуховод лежит рядом с проводкой. Но, в принципе, длина его воздуховода достаточно большая, по идее, он не должен ничего перегреть. То есть, провод, но все равно, сами понимаете, проводку греть, это, ну, не очень хорошо. То есть, а если будут дефлектора открыты, то будет идти протяжка воздуха, то есть, ну, как бы, это не будет так сильно нагреваться. Так что, вот, имейте это мероприятие в виду. И, соответственно, каждый выход вы закрываете вот этим дефлекторами. То есть, вот на данной лодке стоит пять дефлекторов. То есть, один дефлектор идет в каюту, закрывающийся, два идут, соответственно, один в ноги водителя, другой в ноги пассажира. И, соответственно, по центру панелей, вот в отверстии, где центр панелей, там также стоят дефлектора, потому что, если кровать, например, ну, диваны раскладываются, например, в кровать, то вы можете открыть, и у вас воздух пойдет сюда. Ну, когда здесь будет все это мероприятие под тентом, под большим, то все это будет, может быть, не нужна будет каюта. Вот если каюта не нужна, закрыли дефлектор. Если в ноги не надо, закрыли в ноги, оставили, например, посередине. Ну, это, как я говорю, то есть, различные варианты использования. Но перед запуском отопителя всегда надо проверить, что какие-то на каждом борту какие-то, какой-то дефлектор обязательно открыт. То есть, ну, это просто надо взять себе за правило. То есть, если вы ставите, это все-таки достаточно такая пожароопасная штука, скажем так, ну, несмотря на то, что он, как бы, считается минимально пожароопасным, но все равно это мотор, все равно это выхлоп, все равно это разогревается, то есть, здесь все равно есть пары какие-то там бензина, топливо и все остальное. И поэтому, например, вот, иногда люди хотят поставить рядом с бензобаками, то есть, ну, вот, это крайне не рекомендовано. То есть, нужно, должно это стоять в таком месте, чтобы здесь была, во-первых, хорошая вентиляция, во-вторых, чтобы можно было иметь нормальный доступ, и, соответственно, чтобы можно было нормально пропустить всю эту вот систему воздуховодов. Здесь еще дополнительно, кстати, был установлен тройник, то есть, который просто переключать можно с одного, но сейчас он открытый, с одного борта, например, на другой. То есть, ну, говорю, при установке дефлекторов, вот такой тройник уже не нужен, он теряет с собой всякий смысл. Вот, в принципе, установки дефлекторов на каждое ответвление воздуховода, через которое подается воздух, этого достаточно. Вот, и все. Так что, такие вещи делаются, как бы проблем особых нету. Здесь блок управления отопителя выведен, соответственно, на корпус. Он имеет автоматическое выключение по температуре, то есть, ну, вообще, в принципе, штука достаточно не шумная, работает достаточно тихо, дымит мало, то есть, дым идет только пока она не разогрелась, то есть, вот из выхлопа отсюда белый дым видно, ну, вот как солярка вот начинает разжигаться, как в пушках, там вот еще в чем-то, вот, но как только разогрелась, дыма нет, на воде это все будет хорошо, и вот, вполне, вполне себе нормально. Ну, соответственно, ставить все через предохранители, то есть, а остальное, вот, ну, таким макаром устанавливаются отопители в катера, даже в небольшие, Abiliner 1952, это крайне небольшой катер, но сделать это все получилось абсолютно нормально, но это требует полной разборки катера, то есть, имейте в виду, то есть, если вы обращаетесь с подобной работой, это работа не из дешевых, потому что нужно все полностью разобрать, для того, чтобы получить ко всему доступ, так что, вот такие дела, все, будут вопросы, вопросы, как всегда, через почту, почта 1серж23собакамейл.ру, пишите, обязательно отвечу, спасибо за внимание, до свидания, до свидания.